да 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 иду уже к вам иду иду уже к вам иду счастья вам передаю вот такую нежность такое нежное утро нас очень-очень еще рано 8 часов утра вот во всем есть нежность даже в том как вот расцвет я рано встала вот наблюдала вот расцвет покой теперь не птиц немножко где-то листочки вот так вот какая-то взять на листочках во всем такая есть нежность нежное утро я вам передаю счастливую нежность и эти цветы купила их вчера они были вот такими бутончиками вообще закрытые просто ни о чем не разглядеть и вот я утром встала я когда их увидела вот сама сама атмосфера вот настрой сразу после такого глаз увидел сразу такой настрой покоя уюта нежности комфорта посмотрите какая прелесть это они еще ну так скажем наполовину открылись то есть ну вот такие поскошные передаю вам нежность эту гармонию столько столько есть вам сказать подготовила много что вам сказать знаете хотела завязывать с каналом ну вот как то так думаю ну что я в принципе на этом канале хотела только рассказать про упражнение и упражнение которое дало потрясающий результат и те кто услышал те кто хочет те кому нужно это уловил взял и с этим проживает с этим упражнением видит результаты и так далее в принципе вот я хотела рассказать только про упражнение ну как-то вот она вот так вот пошло 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 и на каком-то этапе я себе думаю упражнение я сказала кто услышал услышал эти видео останутся кому надо еще они еще подхватят это и как-то вот как то такой вопрос у меня в воздухе повис но вы знаете вы даже вы даже не понимать не представляете как вы спасли канал я вам скажу получила письмо от татьяны которой очень подробно попросила мой электронный адрес потому что письмо было большой вы мне в instagram написали под письмо было большое instagram не принимал вы не прислали на электронную почту где вы подробно со мной вы два года и вы подробно описали вы делаете упражнение два года и вы Вы подробно описали все, что вы замечаете, все, что вы проходите, какие этапы и в каком вы положительном результате, какой вы эффект увидели. И для меня это был такой приятный отклик, что мне как-то, знаете, я несколько раз перечитала ваше письмо. Но так подробно человек такие чудесные наблюдения сделали, что я, знаете, такие наблюдения, вот просто так прошлась уже, когда я лет пять делала. Вдруг я стала понимать, что вот такое, а вы настолько умница, вы сразу как-то стали записывать, сразу к себе стали думать, как это происходит. Вот молодец, несмотря на то, что вы в прекрасном весе, мы с вами ровесницы, и вы в спортивное, вам необходимо было именно это, только это упражнение, которое спасло от всего, от всего, и все в порядок остальное привело. Конечно, еще раз и еще раз про это упражнение говорю, и буду говорить. Вот три пункта, которые самые важные, вот не скажешь, что вот этот важный, что исправляет, допустим, кому плечи, кому ребра, кому лопатки, кому тазобедренные, это очень важно. Второе, важное, и тоже как первое, тоже скажешь, что это первое, внутренние органы. Вот все три пункта, которые делает это упражнение, они все три на первом месте. Внутренние органы. Женщины все понимают, о чем я говорю, внутренние органы, ты сразу ощущаешь все по-другому. Физически, головные боли, когда здесь нету вот этой холки, когда здесь все выпрямляется, здесь все расширяется, и работа сердца, и работа головы, головные боли. Вот, кстати, платье. Да. Видите, какой роскошный воротничок сделала? Воротничок. И еще тут, видите, добавила по краю, это так, я с ним так возилась, вставила вот такое, вот видите, я не знаю, видно вам или нет, такую тесемочку вот сюда вставила. Кстати, собрала из чего было, это тоже остатки оставались от чего-то, это оставалось от чего-то, вот собрала, сейчас еще вам расскажу. Так, вернемся к упражнениям. Внутренние органы и эстетические. Вот, вот кто бы, что бы ни говорил, видно возраст, конечно, видно возраст, и любой возраст прекрасный, видно его, даже, даже сомнений нет. Здесь все подтягивается, еще, конечно, и работать, и работать, так как ты его, это упражнение не оставишь. Мне Татьяна пишет, Розанна, пожизненно я с этим упражнением, потому что вижу результат. Или видишь, видишь результат, два года делает, умница, два года, вот увидели мое упражнение, и начали его делать, и сразу даже записывала себе. Просто умница Татьяна, такая, вот говорят, сила воли. Это даже, знаете, не сила воли, это, оно настолько, это упражнение, какой-то дает, какой-то дает, дает стимул. Может, потому что результат видишь, вот чувствуешь себя по-другому. И, конечно, эстетически, вот эстетически здесь все оформляется, здесь все поднимается, вот эти носогубные как-то поднимаются. Здесь все, лоб, ну, конечно, конечно, три в одном. Кто-то для того, чтобы вот так немножко как-то себя поддержать, делает, ложится под скальпель, положится к хирургу, чтобы как-то исправил. Ну, у кого как, каждый по-своему свою ситуацию делает. Но если можно обойтись этим, но это берет, обойтись только этим упражнением, которое берет время, и которое берет вот вся, вся только фишка в том, что нужно это делать ежедневно. Я даже сейчас себе, знаете, такой сделала ремейнер, напоминатель в телефоне, чтобы я делала. Вот я много сейчас занимаюсь, много занимаюсь, мне очень нравится шитье, мне очень, у меня идей столько, я уже все себе даже вот оформила, купила, вот все всякие вот эти коврики, которые специально нужны на стол, чтобы и этот ролик, который, ролик вот этот вот резать, я себе все это приобрела. Вот мне это очень интересно, мне это очень увлекает, и оно настолько меня балансирует, мне это, оно так мне как успокаивает, вот мне оно нравится, я что-то себе ставлю слушать, и я увлекаюсь. У меня идей столько, идей моделирования, просто грандиозные идеи, и я вам, это мне только для себя, мне абсолютно не нужно строить никакую карьеру. Но меня останавливают, меня в магазинах спрашивают, и даже, и даже приглашают для консультации. Именно на моделирование. Вы, кстати, я даже не представляла, что я, оказывается, вот так вижу мир. Я вижу, вот прям женщину, а я знаю, к чему, как это идёт, куда мы с вами идём, я знаю, я знаю, сейчас это, ладно, это уже будет другая тема, куда мы идём и как это идёт. Так, что это хотела? Вот Татьяна, умница, молодец, Татьяна, просто спасибо, что написали, спасибо, что вы так подробно описали весь этот процесс. Браво, 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 браво. Абсолютно. И вот, я понимаю, для вас это не сила воли, это для вас рутинно, каждый день бытовое. Это не то, что вы такую силу воли, это такое удовольствие делаешь, когда понимай вас. Просто мы с вами в одной теме, на одной волне. Анна тоже спасла видео, потому что Анна сделала маленький ролик, обо мне. Анечка, такая прелесть была, я так смотрела с таким удовольствием. Если разрешите, то можете это видео у меня на канале под комментариями, дайте ссылочку. Это такая прелесть, то, что вы сделали, такое замечательное видео, маленькое, короткое, но столько в нём тоже нежности, гармонии. Сделайте ссылочку, кто хочет, тоже посмотрит. Ну и третий, кто спас видео, Оля Демидова. Оленька мне написала, Розанна, вы где? Почему вас нет в эфире? Я так скучаю, Розанна. Так мне было трогательно. Так было мне трогательно, что я думаю, что буду продолжать. Буду продолжать. Хотя такой вопрос хороший, такой повис вопрос в воздухе. Ну вот спасибо, что вы спасли видео. Есть ещё серьёзная, серьёзная тема есть. Но мы всегда о серьёзной теме, как говорим? Ми-мо-охотом. Ми-мо-охотом. Розанна, хочется увидеть, как вы сшиваете кусочки ткани друг с другом или зигзагом. И какая основа? Расскажите, пожалуйста, Розанна, и покажите. Конечно, расскажу, покажу. Хотя я ещё раз говорю, что я не... Тоже только учусь. Я не профессионал. Я только-только всего этим учусь. Вот начинаю один новый проект. Так вам вкратце кусочек покажу. Это только ещё начало. И по новому методу. И где я эти все методы беру? Конечно, на Ютубе. Вот таких же женщин. Настолько мне нравится, когда женщины чем-то увлечены. Вот руками что-то делают. Так красиво, но вот в общем. Новый метод. Вот смотрите. Это вот такие заготовочки. Я сделала квадратики. Квадратики. И их, видите, сшила. Но только сшила их уже теперь. Не зигзагом друг на друга, а сшила их просто вот с левой стороны. Я их сшила. Вот такие полосочки. И эти полосочки потом превратились вот в такое полотно. Это ещё только в плане. Это ещё только планируется. Это будет определённый кусочек ткани, из которого я выкрою, сделаю что-то. Ну, потом вам покажу, что пока. Это пока как эскиз у меня. Пока ещё. Ну, я понимаю, что я хочу. Вот они как здесь между собой сшиты. Видите, как чистенько, аккуратненько. Но всё равно, если это будет платье, то всё равно основу я буду делать вот вниз, сюда я подкраю. Вот такой я взяла тонкий-тонкий трикотажек. Смотрите, он даже просвечивается. Вот такой тоненький. Котон-трикотажек. На который я сюда сделаю, подкраю, чтобы этого всё равно изнутри вот этого ничего не было. Я его вот таким образом закрою. Вот таким образом. И будет изнутри чистенько. Это новый метод. Я вот сейчас его посмотрела, как на других каналах предлагают этот метод. Разные методы есть. И сейчас я их вот так просто сшиваю. Что я делала раньше, все мои вещи. Кстати, ну, это тоже чистенько, приятно, красиво. И так же по времени, ну, занимает. Но что я раньше делала? Такие же вот, например, квадратики, только я их соединяла и зигзагом, просто зигзагом сшивала. Не надо было их, ну, не обрабатывать ничего. Я их сшивала просто зигзагом. Ну, скажу вам, что, почему я это не особо люблю показывать, у меня нет никаких приспособлений, у меня нет света. Я не знаю, как эту камеру, её надо что-то сверху как-то её выставлять. То есть у меня это настолько не приспособлено, поэтому много всяких разных методов есть, которые, вот видите, заготовочки я сделала. Вот они. И потом они вот так сшиваются, и так дальше ткань делается. Много всяких профессиональных, кто делает эти вещи, они и рассказывают профессионально, и показывают, и показывают близко, и показывают в таком развернутом виде. То есть я вот учусь у других, ну, про партнер, которые именно эти каналы ведут. И вот посмотрите ещё какой чудесный. Мишка. Да, 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 да. Сделаю это либо аппликацией куда-то, либо просто самому мишку сделаю. У меня есть бюрбери ткань всякой, ну, разная всякая ткань. Я его сделаю лоскутным, и будет такой душевный мишка. Так вот, и аппликацию сделаю, куда-то её можно будет применить, и сделаю, просто, может быть, самого мишку сделаю. Попробую. Ну, вот такие вот это вам планы рассказала. Увлекает это, очень сильно увлекает, тем более, что, ну, я думаю, что и уже, уже это в атмосфере витает, и у нас это, уже даже говорят об этом официально, что, да, нас на зиму опять закроют, а чем, чем заниматься, ты должен занять себя здесь, и занять свои руки. Иначе ты будешь смотреть в окно и думать, где она жизнь, и как она жизнь, и что непонятно. Занимать себя, занимать себя. Хочу ответить на один вопрос. Умница, 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 ловит. Умница. Розаночка. Счастье, радость, чудо и любовь. Кстати, с утра встала, и в голове у меня, в голове, и так, представляете, я так потихонечку начала. Счастье, счастье, счастье. Радость, радость, радость. Чудо, чудо, чудо. И любовь. Так начала потихонечку, потом смотрю, я уже погромче, потом я смотрю погромче, потом зашла в душ вообще. С утра пела, пела. И так, Розаночка, счастье, радость, чудо и любовь. Скажите, пожалуйста, что делать с внезапными вспышками воспоминаний из прошлого? Они просто, они просто в любой момент вспыхивают из памяти и стоят перед глазами, причиняя мне даже физический дискомфорт. А что уже говорить о чувствах стыда, вины и прочего? Я вспоминаю вас весь позитив, чтобы отвязаться от них. Но я так устала от этой вечной борьбы за спокойствие в голове. Прошу, помогите, дорогая Розана. Написала Love it. Конечно, чудесный вопрос. и ни на чем, не настаиваю, ничего не утверждаю. Скажу вам, как я это вижу, как я это понимаю. Кому это услышится, кому это сядет. Сядет нет, значит, нет у каждого свое мнение и это абсолютно хорошо, и это абсолютно нормально. Вспышки воспоминаний из прошлого. Вспышки такие воспоминаний куда-то тебя туда отбрасывает, и тебя захватывает, захватывает, и может так тебя это закрутить и погрузить, то весь твой день отравить, превратить воспоминания в воспоминания. Когда ты возвращаешься в прошлое, значит, тебе некомфортно в настоящее. Поэтому, конечно, разбираться в том, что происходит сейчас. Когда ты возвращаешься в прошлое, вот не любит, когда так говоришь, не любит. Я по реакции всегда знала и из своего опыта по реакции видела. Не любит, когда говоришь это, потому что это так оно и есть. Когда ты возвращаешься в прошлое, ты хочешь пострадать. Ну, это так. Еще раз говорю, я ни на чем не настаиваю. такая, так работает психика. Страдать хочешь. Я вам скажу про себя, как это бывает у меня. У меня настолько выработано, выработан, ну, так скажем, иммунитет, ну, это может быть примитивно, даже слово примитивно, выработано защита. Вот настолько мой организм, а скорее всего, моя психика, не хочет никакого принимать неприятностей, несчастья, вот настолько замыкается, вот где-то переключается, вот идет какая-то лавина неприятная, какая-то что-то надвигается, раз организм, раз что-то переключается, и я эту неприятность, она есть, она не проходит мимо, но я ее к себе в голову не пускаю. я думаю, кто уловил, тот уловил, кто понял, кто понял, но есть категория такая, людей, кто почему отбрасывает в эти воспоминания, что даже физическую боль, вы ее хотите. кто-то всю жизнь так проживает в моем окружении, страдалицы пожизненные, на ровном месте, из ничего, начинает идти туда вспоминать, а он сказал, а она ответила, а мама и пошло-поехало. Постоянно туда возвращается, потому что неудовлетворенность на сегодняшний день есть настоящим и психика хочет страдать. Да, это слышать неприятно, я по реакции знаю своих, своего окружения, своего опыта по реакции знаю, не любят слышать это, но это так. Все просто, ничего нет в жизни сложного, все просто, и это не ваша вина, это не у вас так работает психика, но все можно изменить. почему люблю очень свой вот этот маленький канал Талисман Радости. Вы знаете, да, он еще маленький, но там вот просто вот это слово тупо слушать, у вас все изменится, у вас все изменится. есть есть такая есть такая система. Вот я раньше сажусь в машину, полгода назад, год назад, пять месяцев назад сажусь в машину, в машину включаешь, сразу включается радио у меня. Включается радио, только включаю. Руки мыть, маски одевать, дистанцию соблюдать, этим самым вы себе поможете. Ну, песня пошла, песня, песня, первая спела. Руки мыть, маску надевать, дистанцию соблюдать, этим вы себе поможете. Это вся нам вдалбливали, вы себе не представляете. Мы друг от друга дистанцию держим, руки бежишь скорее, бежишь, я только кто-то на порог зашел, сказал, бежит, руки бежит, скорее, скорее, руки, но такого не было. Сразу руки как-то это в голову положили. Сейчас сажусь в машину, включаю машину, реклама. Как ты разговариваешь со своей мамой, как ты разговариваешь со своей girlfriend, как ты разговариваешь со своей сестрой? Стоп! Виоланс! Стоп! Ну, прекращай, останавливайся, разговаривай только приятно, только nice, только приятно разговаривай, контролируй, как ты разговариваешь с жизнью. Ну, будь вежливым, только садишься, вот, и вы понимаете, этот метод работает, этот метод работает. Вот так, когда тот мой канал, вот, ты слушаешь, оно там работает, потом в голову тебе садится. Позитив. Прослушав там, одно и то же прослушав, ты не можешь там быть в негативе, вот, ты не можешь, тебя что-то отпускает. Мне многие пишут, Рузанна, я засыпаю. Да, кто-то, кстати, кто-то прислал мне видео, тоже спас канал. По-моему, это Сталисман Радости мне прислала видео. Рузанна, включая ваше видео, посмотрите и показывает мне код. ложится, расслабляется вот так лапки туда, задние лапки расслабляет, вытягивается, вытягивается и спит. говорит, только вас выключают, просыпается и типа, что такое, включай. И она опять меня включает, мое видео, и он опять вот так расслабляет. Вы представляете, кто-то мне прислал тоже, если хотите, дайте ссылочку, потому что вы мне, по-моему, в инстаграм прислали это видео. Говорит, Рузанна, вот такая реакция моего кота. Раз расслабляется, вы себе не представляете, вытягивается, делается такой большой, большой проб, стола полдивана, вытянулся и спит. Или так слушает внимательно и засыпает. Как только она меня выключает, мое, любое какое-то, ну правда, сталисман радости или с астрологией, я уже не помню, что много видео приходит. Как только выключает, он сразу поднимается, весь собирается, собирается, поднимается, голову поднимает и смотрит, что и мяукает, поставь опять. Так что все можно изменить. Да, у вас так работает психика, но ее можно изменить. Но вы умница, вы знаете, когда вы уже, вы уже не первый раз мне задаете такие красивые, умные, правильные вопросы, вы ищите, вот вы в поиске, вы ученик, который ищет ответа. И вы ученик, который готов. Вы услышите мое видео, вам попадется литература, вам попадется еще какие-то видео, вам попадутся какие-то статьи, вам попадутся какие-то люди, вы готовы. Вы уже не хотите это слышать и слушать, вам это уже все. Вот вы готовы к изменениям, вы готовы к позитивно воспринимать жизнь. Ну что уже, 26 минут, ну что, говорили, не говорили, 26 минут. Еще что хотела показать, еще раз показываю вам вот эту нежность, дарю вам ее, гармонии вам. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку канала и что, будем наслаждаться. Жизнь это удовольствие, жизнь это не ворьба, жизнь это удовольствие. Обнимаю вас. Счастья, 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 нежного счастья.